Школьники и студенты вернулись к дистанционке, как проходит онлайн-обучение. Нагрузка на медиков возросла в 10 раз. В муниципалитетах открыли дополнительные колл-центры. В числе лучших для развития внутреннего туризма, Ямал активно развивает туристический кластер. На Ямале усилены меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С 24 января в округе введен полный запрет на проведение массовых мероприятий. Исключения составляют работы кинотеатров, спортзалов для лиц старше 18-ти, а также детских развлекательных центров и комнат. Для посещения этих мест необходимо наличие QR-кода у вакцинации или перенесённом заболевании, соблюдение масочного режима и дистанции. Заполняемость помещения должна составлять не более 50%. С 24 января по 6 февраля все госуслуги предоставляются только по предварительной записи. Работодателям рекомендовано перевести не менее 50% сотрудников на удалённый режим работы. До 6 февраля приостановлено посещение детских садов и школ с 1 по 8 классы, а также колледжей. В садиках работают дежурные группы, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение. Компания МТЭКа рекомендовано до 6 февраля не допускать перевахтовку, провести диагностику на коронавирус. В связи с распространением коронавируса нагрузка на амбулаторную службу больниц округа возросла в 10 раз. Плановая медпомощь частично сокращается в нескольких муниципалитетах региона, в том числе в Муравленко. Ограничения не коснутся экстренной и неотложной помощи. В городской больнице приостановили оказание медпомощи в условиях дневного и круглосуточного стационаров. Кроме того, прекращена работа поликлиник. В детской поликлинике это дни здорового ребенка, это вакцинация и профилактические осмотры детей мы прекращаем. По взрослой поликлинике мы пока прекратили профилактические и профосмотры, то есть это работающего населения в отделении медицинских осмотров. Но пока мы оставляем медосмотры, которые предварительные при трудоустройстве на работу. Всю экстренную и неотложную помощь жители города могут получить в полном объеме. В прежнем режиме работают скорая помощь, приемное отделение стационара и кабинеты неотложной помощи в поликлиниках. Работа специалистов именно по оказанию экстренной помощи продолжается. Это все узкие специалисты, это офтальмолог, лор-врач, невролог. По лечению онкологических больных вообще никаких ограничений нет. То есть если пациент с онкологическим заболеванием проходит лечение, в том числе и плановое лечение, то для них никаких ограничений нет в настоящее время. Они будут также продолжать лечение и обследование. По поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова в муниципалитетах усилили работу колл-центров. Принимать звонки и обзванивать пациентов операторам помогают волонтеры. Вопросы разные. В основном это результаты покоят, запись к врачу и вызов на дом. Колл-центр городская больница. Меня зовут Екатерина. Здравствуйте. Как я могу к вам обращаться? По вопросам коронавирусной инфекции на базе городского отряда противопожарной службы открыли дополнительный колл-центр. Помещение оборудовали офисной техникой и средствами связи. Звонки от жителей поступают на единый номер 122. Шесть рабочих мест создано на базе пожарной части в новом колл-центре. И еще плюс семь рабочих мест это в нашем колл-центре, которые развернут на базе взрослой поликлиники. То есть наш колл-центр работает в прежнем режиме, то есть с 7.30 до 8 вечера. И также принимает звонки от населения с целью оказания медицинской помощи. Врачи готовы. То есть если пойдет большой рост заболеваемости, все меры будут приняты для того, чтобы ограничить распространение, для того, чтобы не допустить тяжелые случаи микрона. А микрон в целом не отличается от тех штаммов, которые были до этого, но у него есть особенность, он очень быстро распространяется. По словам экспертов, один заболевший о микрона может заразить до 100 человек. При этом его инкубационный период гораздо короче по сравнению с другими штаммами коронавируса. Всего 2-3 дня. Болезнь, к сожалению, протекает. У непривитых пациентов очень тяжело. И летальные исходы больше наблюдаются у пациентов, которые не сделали прививку. Пациенты и жители города, которые сделали прививку, все-таки они перенесли болезнь у нас в очень легкой форме, либо в средне-тяжелой. То есть поражение в легких отмечалось намного меньше у привитых пациентов, чем у непривитых. Врачи отмечают, чаще всего у привитых пациентов коронавирус протекает в форме ОРВИ. Госпитализация требуется редко, но безответственное отношение к собственному здоровью грозит всплеском заболеваемости и большой нагрузкой на медработников. Тяжелее всего им пришлось осенью, когда госпиталь принимал до 130 пациентов в месяц. Мы работали на износ. И когда пошел спад, когда мы смогли все-таки победить на какой-то короткий период болезни, закрыть госпиталь, конечно, мы были очень рады, потому что это дало нам временную передышку на восстановление сил. И, конечно, не хотелось бы возвращаться опять в этот вариант нельшин, как мы работали. Поэтому большая просьба все-таки уделить внимание своему здоровью и пойти на прививку и сделать, если необходимо, даже ревакцинацию. Сделать прививку можно во взрослой поликлинике и спортивной школе. Прививочные пункты работают в прежнем режиме. Не стоит забывать и о привычных мерах профилактики. Соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Чаще мыть руки, проводить влажную уборку и проветривать помещение. Наталья Матюшкина, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. Развитие города зависит от качества реализации нескольких десятков направлений. Глава города представила отчет о деятельности администрации за 2021 год. Елена Молдован озвучила ключевые результаты всех сфер жизнедеятельности муниципалитета и представила перспективные векторы развития. В связи с действующими антиковидными ограничениями заседание городской думы прошло в режиме видеоконференции. В отчете главы города отражены ключевые результаты. Елена Молдован подробно рассказывает о каждом из направлений социально-экономической жизни муниципалитета. И, конечно, основа всей экономики – это бюджет города. Расходы бюджета составили 6 миллиардов 837 миллионов рублей. С 2020 года они возросли на 92 миллиона рублей. Выполнены принятые расходные обязательства – это повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, достижение показателей майских указов президента, развитие социальной инфраструктуры и современной городской среды. За последние годы значительно выросли расходы на такие направления, как строительство и капитальный ремонт городских объектов, дорожную деятельность и благоустройство на обеспечение жителей новым жильем. В 2021 году из аварийного жилого фонда расстелена 471 семья, освобождено почти 20 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда, демонтирован 21 аварийный многоквартирный дом. В рамках окруженных и федеральных мероприятий программы «Молодая семья» в 2021 году реализовано 88 свидетельств. Нам потребовалось расселить 10 строений в поселке Сосновый Бор. В этом направлении выдали 6 свидетельств. Переселяли жители и за пределы автономного округа. Государственные жилищные сертификаты вручены двум семьям. На переезд в другие регионы, за исключением Тюменской области, заявились 136 семей. 76 уже получили сертификаты. Также реализуется программа сотрудничества. Большой комплекс работ провели по благоустройству. Приоритеты расставляли и будут расставлять сами жители города. В рамках реализации национального проекта «Городская среда» с учетом мнения жителей ежегодно выполняются работы по модернизации и реконструкции общественных территорий и созданию новых современных мест отдыха и развлечений. В 2021 году благоустроено 4 общественных пространства. В 2021 году в разных микрорайонах появились 3 новые детские площадки. Обновлено оборудование на 5 комплексах. В планах на текущий год построить 2 новых и провести реновацию 7 детских площадок. В течение года благоустраивали дворовые пространства. Итог – 10 дворов в 2021 и такое же количество запланировано на 2022 год. «Сквер Победы» – масштабный проект, который будет реализован в этом году. «Муниципальный контракт уже заключен. Ведутся работы по заказу материалов и поставке техники и оборудования». 2022 объявлен на Ямале годом экологии. В планах муниципалитета создать на лесной аллее экопарк. Продолжится реализация программы по озеленению города. А организации и предприятия приглашают принять участие в различных экологических мероприятиях. Большая дорожная стройка, которая стартовала в 2020-м, была продолжена и в 2021 году. В Муравленко реконструировали улицу Школьная, участок улицы Муравленко, Дружбы народов. Продолжается реконструкция Ленина. В нынешнем году планируем отремонтировать свыше 6,5 километров участков уличной дорожной сети. Речь идет о третьем этапе реконструкции улицы Ленина. Нам предстоит капитальный ремонт нескольких участков дорог, включая внутриквартальные проезды в микрорайонах Лазурный и Ямальский. В рамках текущего ремонта в 2022 году планируем отремонтировать 5 объектов уличной дорожной сети и внутриквартальный проезд. Дети должны получать образование в комфортных условиях. В Муравленко продолжается строительство детского сада и школы. Ведется реконструкция детского сада «Дельфин». Готовятся проекты реновации первой и четвертой школы. В год таланта в городе различными грантами и сертификатами отмечены 170 детей. Наши ребята показали достойные результаты в учебе, спорте, культуре, молодежной политике, чемпионате WorldSkills и многих других. Наши ученики получают поддержку на высоком уровне. 16 школьников приглашены на елку губернатора и 60 детей отмечены на елке главы города. 23 медалиста и 11 стобальник удостоены гранта губернатора Ямалоненецкого автономного округа. 33 лицеиста получили образовательные сертификаты. 6 призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников отмечены грантами. Совсем скоро в городе откроется новый ЗАГС. Более чем на 50% выполнены общестроительные работы культурно-оздоровительного центра «Сибирь». Проектируются и начинают строиться новые объекты. Проектируется новый поликлинический комплекс на 730 посещений. Начато строительство лыжной базы, стадиона с лыжероллерной трассы. В данное время проведена вертикальная планировка территории. Развитие потребительского рынка и услуг в каждом муниципалитете – задача, поставленная губернатором перед главами городов. В 2021 году в Муравленко были открыты новые бизнес-объекты – медицинский центр, кафе и семейный центр. За год поддержку получили более 20 предпринимателей. Отдельно остановилась глава города на обеспечении безопасности жителей, в том числе пожарной. На городских объектах в 2021 году установлены 17 станций системы стрелец-мониторинг, передающих сигнал о пожаре к 28 уже имеющимся. Оснащение объектов продолжается. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций пожарные извещатели с GSM-модуля устанавливались в местах жительства граждан особого внимания. В 2021 году охватили 44 адреса. В завершении доклада Елена Молдован поблагодарила депутатов-коллег за продуктивную совместную работу, а каждого жителя – за активность и труд. Депутаты городской думы утвердили отчёт главы города о деятельности администрации единогласно. Подробно с документом можно ознакомиться в газете «Наш город» и на официальном сайте муниципалитета. Эрнест Бавшин, Сергей Лукович, Новости Муравленка. Ямал продолжает борьбу с коронавирусом в режиме QR-кодов, социальной дистанции и масочного режима. За весь период пандемии в Муравленка составлено почти 400 протоколов за отсутствие масок и нарушение режима QR-кодов. В городе усилили контроль за соблюдением масочного режима и режима QR-кодов. Сотрудники полиции, МЧС и администрации города проводят профилактические рейды ежедневно. Комиссионно проверяют соблюдение антиковидных ограничений. Девушка, помните, что без масочек не обслуживаем. Кто без масок, сразу предупреждаем, чтобы надевали маску, либо из магазина выгоняем. Рафы большие очень. В списке у проверяющих несколько кафе и магазинов. Большинство посетителей признаются, к таким вынужденным мерам уже привыкли. Все ограничения соблюдают и к ситуации относятся спокойно. В магазинах носят маски, где необходимо предъявляют QR-коды. Видно положительную динамику. Люди у нас меньше стали нарушать. В основном сейчас все у нас находятся в масках, в общественных местах. Что касаемо QR-кодов тоже, все с QR-кодами. Нарушений практически нету, все привитые. Тем, кто забыл надеть или оставил маску дома, проверяющие напоминают. За нахождение в общественном месте без средств индивидуальной защиты можно понести административную ответственность. Юридическим лицам грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей, физическим – до 30 тысяч. Вы напоминаете своим покупателям, чтобы они маски надевали? Да, все время. Без масок не отпускаем. Люди приходят, мы, соответственно, им рекомендуем надеть маски, так как сейчас закон есть у нас. Должны каждый отвечать за то, чтобы не заразить другого, ну и как-то ответственно относиться к этому вопросу. Наличие QR-кодов у посетителей работники учреждений культуры, спорта, организации, оказывающих бытовые услуги, проверяют с помощью смартфонов. Все, что видно при сканировании – это ваши инициалы, дата рождения, несколько цифр номера паспорта и сертификата о вакцинации. И дата, до которой действителен QR-код. Если нет QR-кода, только на вынос. И подходит, когда заказывать у вас. То есть обязательно, чтобы вы были в масках. Медицинские маски обязательно. При выявлении нарушителей материалы рейдов комиссия передает в суд, который и определяет мир наказания. В первый раз выносится предупреждение за повторное нарушение штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Юлия Лучникова, Юлия Сидорёк и Сергей Лукович. Новости Муравленко. Полицейские Муравленко предупреждают жителей о новых видах мошенничества. В то же время напоминают о том, что аферисты активно используют и старые схемы обмана. По-прежнему самый надежный способ защиты от злоумышленников – это бдительность. Мошенники добрались до портала Госуслуг. Новую аферу они начали активно использовать в начале 2022 года. Прежде чем взломать нужный аккаунт, они обзванивают потенциальных жертв. Представляясь сотрудниками портала Госуслуг, мошенники предлагают активировать QR-код или привязать его к странице пользователя. Просят назвать код безопасности, поступивший на телефон, и какие-либо другие личные данные. Получив код безопасности, мошенники получают доступ к личному кабинету и, соответственно, ко всей информации, которая имеется в нем. С помощью этой информации мошенники совершают какие-либо банковские операции, например, оформляют кредит. Чтобы защитить персональные данные, специалисты рекомендуют установить на портале Госуслуг дополнительную защиту – подтверждение по СМС. Также эксперты советуют один-два раза в год менять пароль и использовать только сложные и уникальные комбинации из букв, цифр и символов. И, конечно, никому ни под какими предлогами не сообщать коды и пароли, которые приходят вам на телефон. Сотрудники полиции просят быть особенно бдительными, если вам звонят якобы из банка. Если держателю карты позвонили с неизвестного номера и пристали с сотрудниками безопасности банка, просят сообщить свои персональные данные, мы предупреждаем людям о том, чтобы они не сообщали своих персональных данных и прекратили разговор с неизвестным номером. Лучше, конечно же, обратиться в банк, в котором у вас находится ваш расчетный счет или карту вы получали. Уточнить, производили ли вам какие-то операции, звонил вам кто-нибудь из банка, представлялся. И если уж, конечно, произошло списание денежных средств или блокировка карты, конечно, нужно обратиться в полицию. С начала 2022 года в Муравленко зарегистрирован один факт мошенничества. На уловки афериста попался любитель онлайн-покупок. Мужчина заказал вещи через социальную сеть, перевел деньги продавцу. Тот сразу же перестал выходить на связь. В итоге более 6 тысяч рублей оказались в руках мошенника. По данному факту отделением дознаний МВД России по городу Муравленко был возбужден уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводится ряд следственных и оперативно-розыскных мероприятий на установление лица, совершившего данное преступление. В прошлом году муравленковцы лишились около 16 миллионов рублей. Жертвами аферистов стали около 90 горожан. Гаджи – один из них. Мужчине нужно было срочно вылететь на землю. Чтобы добраться в аэропорт, решил воспользоваться услугами «Блаблакар». Списался в мессенджере с водителем. Тот отправил ссылку для оплаты и, получив доступ к данным банковской карты, был таков. Данные зафиксировались у них, и они с меня уделяли 5 тысяч. Я нашел, с кем добраться, я по-другому доехал, короче. А с тем случаем разбираться времени у меня не было. Возвращаясь обратно сюда, я не знаю, наверное, пока еще не разобрались. Но получается, под тем же делом мне опять еще раз 16 тысяч списалось. Я сразу же позвонил и заблокировал карту. Гаджи повезло. Он успел отменить вторую транзакцию. Признается, этот случай помог ему пересмотреть свое отношение к хранению личных данных и данных банковских карт. Один из моих советов было бы для онлайн-покупок интернет-магазина держать отдельную карту. И держать именно ту сумму, которую вы хотите оплатить. А так вашей информацией могут воспользоваться или перепродать. От звонка мошенника никто не застрахован. Сотрудники полиции призывают горожан к бдительности. Татьяна Абурка, Петр Князев, Виталий Седняев. Новости Муравленко. Число зарегистрированных самозанятых в России достигло 4 миллионов человек. За время действия специального налогового режима их доходы превысили 882 миллиарда рублей. В Муравленко также растет количество плательщиков. Налог на профдоход уже оформили более 650 человек. Открыть свою студию эпиляции Гульнара Гамидова, мама четверых детей, решила находясь в декрете. Она хотела успевать заботиться о семье, воспитывать детей, реализовать себя и иметь при этом стабильный доход. Мастер предоставляет широкий спектр услуг. Ламинирование ресниц, различные виды эпиляции, восковую, сахарную и даже лазерную. Хотела просто попробовать себя и поняла, что мне это действительно понравилось. Я начала обучаться, повышаться, повышаться и все больше и больше втягивалась в это. Когда я начала, я, наверное, месяца два отработала в комнате. Потом понимала, что все равно дети, как бы это некомфортно. И решила съехать и начала снимать жилье. И, получается, работала уже на студиях. Когда была наработана клиентская база и начал поступать стабильный доход, Бульнара решила оформить льготный режим налогообложения. Процедура оказалась несложной, а со всеми тонкостями налога на профдоход помогли разобраться в администрации города. Я уже была спокойна и спокойно могла размещать информацию в своих соцсетях. Я знала, что если даже придет проверка, меня никто не будет трогать, никаких лишних вопросов у меня не будет. Это удобно, потому что не надо ходить в налоговую. Не нужен кассовый аппарат. Кроме того, говорит Гульнара, государство постоянно оказывает различную помощь. От возможности пройти бесплатное обучение до предоставления финансовой поддержки на развитие своего бизнеса. Кстати, минувшим летом она участвовала в конкурсе по предоставлению грантов от администрации города. В итоге оказалась в числе победителей и получила выплату 100 тысяч рублей. Приобрела я кушетку, комод, стульчик для материала для работы. И хорошая поддержка была. Чтобы использовать специальный налоговый режим, заполнять заявления на бумаге и посещать инспекцию не нужно, а оформить самозанятость можно в приложении «Мой налог». Далее все взаимодействие с налоговым органом также происходит онлайн. Для самозанятых предусмотрена ставка 4,6%. 4% с доходов от физических лиц и 6% от доходов с юридическими лицами ИП, кто работает. Чек формируется в приложении «Мой налог». Получается самозанятый, самостоятельно загружает эти чеки, а налоговый уже выставляет на основании этих чеков налог. Сдавать отчеты и декларации самозанятым не нужно. Вся документация формируется автоматически. Уплатить налог необходимо не позднее 25 числа месяца следующего за отчетным. Бизнесменам нужно учитывать, что их годовой доход не должен превышать 2 миллиона 400 тысяч рублей. А также они не могут трудоустраивать работников. Тем, кто хочет расширить бизнес, необходимо будет перейти на более подходящую форму налогообложения. Так планирует поступить и Гульнара. Думаю, что в ближайшее время я, конечно, возьму девочку и буду уже оформлять ИП. Добавлю, что на Ямале специальный налоговый режим введен в экспериментальном режиме в 2020 году. Сейчас он применяется на территории всей страны. Ежедневно в качестве новых плательщиков регистрируется более 7 тысяч человек. В Муравленко самозанятость оформили порядка 650 жителей. Алена Гафарова, Андрей Нагибин и Виталий Сидняев. Новости Муравленко. На Ямале из-за очередной волны коронавируса школьники вновь переведены на дистанционное обучение. В онлайн-формате занимаются ученики с первого по восьмой класс. Также временно приостановлена работа кружков и секций. Пока в таком режиме дети будут учиться две недели. Такие понятия, как дистант, онлайн, удаленка, прочно вошли в лексикон учеников. За два года жизни в условиях пандемии школьники и педагоги легко научились переключаться с одного режима обучения в другой. Сейчас онлайн-уроки проходят на новой платформе «Сферум». Учитель иностранного языка первой школы Анастасия Коваленко приветствует своих учеников. В начале урока, как всегда, перекличка. После повторения пройденного материала – новая тема и задание на дом. Всё, как обычно, только на расстоянии. Дистанционное образование – это не заочное образование. Это такое же образование, очное, с поддержкой учителей, где учителя и дети находятся всё время в честной взаимосвязи. Учитель всегда может дать какие-то советы, рекомендации. Ребёнок всегда находится в тесном взаимодействии, под присмотром учителя, под присмотром классного руководителя. Он в любое время может обратиться к учителю с любым вопросом. Учёба в онлайн – это реалии жизни, поэтому педагоги, ученики и родители стараются найти в этом плюсы. К примеру, как отмечают учителя, дистант – это возможность каждому ребёнку обучаться в своём темпе. А ещё здесь нет больших нагрузок. Всё дозировано. Учитель, когда находится по той стороне компьютера, он постоянно контролирует этот процесс, чтобы ребёнок получал достаточный объём знаний, адаптирует весь учебный материал именно под онлайн-формат. Ребёнок в любой момент может обратиться к учителю. Если ученик не понял какой-то материал, он может вернуться, просмотреть какие-то записи, потому что мы даём иногда ссылки, иногда записываем аудио-видео пояснения к новому материалу. И ребёнок в свободном темпе может, в удобном ему темпе, может всё это пересмотреть. Шестиклассница Екатерина Гонтарева повторяет домашку по русскому языку. Скоро начнутся уроки. Катя учится во вторую смену. С утра успевает позаниматься гимнастикой. Тренируется каждый день, чтобы не терять форму. Признаётся, из плюсов удалёнки – это комфортная домашняя обстановка. Не нужно в мороз идти в школу, да и меньше стресса, когда отвечаешь на уроки. Ведь к доске выходить не нужно. Но есть и минусы дистанта. Я не могу встретиться сейчас с подругой, пойти погулять, в гости сходить к друзьям. То, что могу только пообщаться с ней, позвонить, спросить у неё, нормальные дела. Скажу, что тоже у меня всё хорошо. Ну и поиграть только с ней в компьютерные игры, например. Ну и хочется поскорее выйти и пойти на тренировку, так как дома не очень удобно разминаться, мало места. Здравствуй, Шут. Начнём наш урок. Учреждения доп. образования тоже ушли на дистант. Но занятия никто не отменял. Педагоги общаются с детьми с помощью мессенджеров. Ученики сами выбирают, на какой платформе им удобнее работать. У Натальи Бородыня, преподавателя по классу фортепиано музыкальной школы, больше десяти учеников разных возрастов. Сейчас одним из них педагог разбирает домашнее задание – сонату. Последний такт. Какие ноты там? Назови, пожалуйста, вслух ноты. Я, Стой, Фадди, Фабиас, Ми и Ира. Правильно. Если ещё два года назад слово «дистант» вызывало немало вопросов и сомнений у педагогов, то теперь проблем не осталось. У каждого налажена своя система работы с учеником. Всё отработано до автоматизма. Дети при этом себя сейчас чувствуют, конечно, гораздо увереннее. Особенно это касается взрослых детей, которые уже привычны к самостоятельной работе. С ними мы практически не меняем нашего стиля общения. То, что касается начинающих детей здесь, конечно, мы уже импровизируем, ищем какие-то творческие подходы, методы возвращения к пройденному материалу. Не прекращается подготовка и к запланированным конкурсам. Также на удалёнке юные музыканты с помощью педагогов готовят конкурсные программы. Жизнь учеников, по большому счёту, сильно не изменилась. Но всё же ничто не заменит живого общения. Поэтому, как только снимут ограничения, и педагоги, и ученики с удовольствием вернутся к очному обучению. Татьяна Бойко, Пётр Князев, Новости Муравленко. Ямал признали одним из лучших регионов страны для развития внутреннего туризма. Рейтинг предоставили эксперты Института социальных исследований. Округ ещё развивает свой туристический кластер. Но в регионе уже есть на что посмотреть. Некоторых путешественников пугают морозы Арктики. Однако те, кто решится на такое путешествие, никогда его не забудут. И непременно вернутся опять. Ковидные ограничения обернулись плюсом для внутреннего туризма. Жители страны с удовольствием и нередко с удивлением открывают для себя новые места отдыха. Как рядом с домом, так и в других регионах страны. В регион приезжают туристы увидеть интересное направление. Самым главным, конечно, на Ямале является праздник День Алиниевода. Он у нас шагает по Ямалу в течение практически двух месяцев. Февраль-март. И привлекает огромное количество туристов. Как из-за пределов округа, так и огромной популярностью пользуются и внутри автономного округа. Это дорога Сургут-Салехард. Именно отсюда начинаются все самые увлекательные и неповторимые путешествия ямальцев и гостей региона. Каждый город Ямала по-своему уникален и необычен. А что посмотреть в Муравленко? Куда сходить на выходные? И на какие события пригласить родственников и друзей в город мы узнаем у самих жителей. Здесь есть что сейчас посмотреть? Даже по сравнению с 2017 годом. А День Алиниевода интересно было бы посмотреть туристам? Конечно. На природу. У нас уникальная природа. Знаете, тут как хорошо? Легко, свежо, чисто. Прекрасно. Ямал признали одним из лучших регионов для развития туризма. Вот скажите, куда в Муравленко может пойти человек, что посмотреть, который впервые оказался в городе? Как думаете? Место у нас. Например? Вот здесь, например, много красивых. Тут две фонтаны. Потом хорошая, возле поликлиники там тоже. Возле мечети. Очень много мест. По словам муравленковцев и гостей города, Муравленко – настоящее северное чудо. Многие жители любят длинные прогулки по аллеям, скверам и паркам. А чтобы променад стал более интересным, библиотеки предлагают совместить приятное с полезным и прогуляться нестандартным маршрутом. В библиотеке уже в течение года реализуется проект «Умный фитнес». «Умный фитнес» – это прекрасная возможность жителям и гостям города познакомиться с историей Муравленко. Тем, кто живет здесь давно, проект тоже интересен тем, что мы ходим всегда разными маршрутами, и у них есть возможность посмотреть на любимый город с новой стороны. А для тех, кто хочет подробнее изучить историю города Ямала, в городской библиотеке есть краеведческий сектор, где представлено множество местных книг и уникальных изданий. Но, пожалуй, основное знакомство с городом начинается в эколого-краеведческом музее. Ежегодный эколого-краеведческий музей посещает около 10 тысяч посетителей. И каждый житель нашего города и гость могут познакомиться как с временными, так и с постоянными экспозициями. Музейные экспозиции знакомят посетителей с современным растительным и животным миром Ямала, с основными моментами становления нефтегазодобывающей отрасли и, конечно, с историей возникновения города и жизнью Виктора Ивановича Муравленко. Также для людей, которые никогда не были в нашем городе, в музее действует платная услуга. Это как обзорная экскурсия по городу, которая знакомит также, в свою очередь, с памятными местами и интересными архитектурными решениями нашего молодого города Муравленко. У нас в музее действует постоянная экспозиция, которая знакомит с особенностями и бытом коренных малочисленных народов Севера, а именно ханты и немцы. Также с помощью приложения «Артефакт» каждый посетитель, зайдя в музей и скачав это приложение, может навести на любой экспонат, где присутствует QR-код, и узнать о интересных фактах именно этого экспоната. Сегодня арктический туризм – динамично развивающееся направление. Все больше любители путешествий из разных уголков страны стремятся провести свой отпуск не в экзотических жарких странах, а в экстремальной поездке на суровый российский север. Как и Муравленко в сцене Никита Лысый и Рустам Валидиянов. Мечта исследовать каждый уголок родного края отправила молодых людей в экстремальный автотур по Ямалу. По словам специалистов, главное условие для развития туризма и привлечения большего потока туристов – это создание качественной инфраструктуры в регионе. Нам приходится учитывать вот эти вот суровые климатические условия, и мы понимаем, что долго на улице турист не протянет, поэтому развитие новых инфраструктурных объектов – это очень важная составляющая, которой сейчас уделяется огромное внимание, и формируются новые туристические проекты. Но чтобы не выбрал турист, он непременно увезет с собой главное – уникальные впечатления и множество фотографий и видео. А если повезет, то получится заснять не только снежные красоты региона, но и северное сияние. Дарья Тюменцева, Виталий Седняев, Петр Князев, Антон Иванов. Новости Муравленко.